Здравствуйте, уважаемые школьники! Мы начинаем 18 занятие нашего курса по языку программирования Java и разработки приложений под операционную систему Android. На предыдущем нашем занятии, которое состоялось две недели назад, мы завершили разговор про разработку сетевых приложений в целом и работу с сетью в Java в частности. Причем, насколько я помню, мы обсудили достаточно много смежных тем, таких как шифрование, защита информации и прочее. И вообще темы, которые мы обсуждали с вами последние три и перед этим еще три занятия, это были такие темы, имеющие отношение во многом к теоретической информатике, к теории разработки приложений, чем конкретно к языку Java. Значит, сегодня мы начинаем обсуждение темы, имеющие отношение в некотором смысле тоже к разработке приложений, но скорее все-таки мы будем говорить именно о том, как это делается в Java, потому что ну такова специфика темы. Значит, тема сегодняшнего занятия и, скорее всего, следующего занятия это разработка графического интерфейса в приложении, написанном на языке Java. И сегодняшнее и следующее занятие, которое состоит через неделю, пройдут примерно по следующей схеме. Сегодня мы поговорим так очень в общем о том, как вообще в Java написать какое-нибудь простое приложение, у которого есть интерфейс, отличающийся от командной строки. То есть, как сделать условно окошечко, кнопку и прочее. И, наверное, сделаем какой-нибудь не очень сложный пример. Я думаю, скорее всего, какой-нибудь калькулятор может напишем. Ну, что значит схема отличается? Тут конкретизируйте понятие схема разработки GUI. Вы спрашиваете меня, ну, что значит сам принцип? Принцип написания кода, он как бы хоть при разработке GUI, хоть не при разработке GUI. Примерно одинаковый. В C++, ну, ну, наверное, принципиально я бы не сказал, что отличается. Ну, то есть, там мы точно так же взаимодействуем с какими-то объектами, которые описывают те или иные элементы GUI. Принципиальных отличий, наверное, нет. Значит... Так вот, на следующем занятии мы поговорим вообще, в общем, о том, как нужно разрабатывать приложение с графическим интерфейсом, как правильно разбить приложение, которое вы разрабатываете на компоненты. Ну, ну, в целом... Сейчас я подумаю, как правильно ответить на ваш вопрос. Ну, на более низком уровне, да, вот, но, как бы, в Java мы с вами сталкивались уже с тем, что очень многие вещи делаются просто, значит, стандартными. Там, там, средствами, там, ну, через работу, там, с классами объектами. В Java мы, видимо, ниже этого уровня опускаться не будем. То есть... В общем, ответ на ваш вопрос. Вы понимаете правильно, но вот до уровня сигналов мы опускаться... До уровня, там, сигналов мы с вами опускаться совершенно точно не будем. Мы будем говорить все-таки о том, вот, ну, там, вы пишите код на Java, используйте какие-то стандартные средства работы с обработкой событий и описание GUI и получаете работающее приложение. Вот, примерно так я бы ответил на ваш вопрос. Вот, значит... Вот, на следующем занятии мы поговорим в целом о том, как вообще разрабатывать такие приложения, как правильно разбить его на части, там, части, отвечающие за интерфейс, части, отвечающие за собственную работу приложения. И, скорее всего, разберем какой-нибудь более сложный пример. Вот, ну, это все будет на следующем занятии. Пока начнем с каких-то простых вещей. Вот, вообще, при рассказе о том, как работает GUI, можно... Можно рассказать достаточно много теории. Я в этом большого смысла, видимо, не вижу. На мой взгляд, разработку GUI, по крайней мере, при обсуждении языка программирования Java, стоит обсуждать скорее на примерах и на... На объяснении, как бы, того, как пользоваться тем, что у вас есть, углубляться в то, как это устроено внутри языка Java, внутри операционной системы и прочее, я большого смысла не вижу. Вот, на это уйдет достаточно много времени и, в общем, не думаю, что это будет сильно необходимо. Тем более, что мы с вами при обсуждении других тем на уровень операционной системы там никогда не опускались, в частности, при обсуждении сетевых приложений и прочего. Вот, значит, как я уже сказал только что, отвечая на вопрос Артема, разработка графического интерфейса в Java осуществляется, в общем-то, теми же средствами, которыми в Java осуществляется все остальное. То есть, нельзя... мы не будем вводить каких-то принципиально новых инструментов, пока во всяком случае, которые... мы не будем вводить принципиально новых инструментов, которые будем использовать для разработки графического интерфейса. Мы будем пользоваться старыми инструментами языка программирования и некоторым набором классов стандартной библиотеки, которые отвечают за описание некоторых элементов графического интерфейса. Значит, что же это за классы интерфейса? Есть два пэккеджа, о которых стоит говорить. Это Java.AVT и Java.X.Wing. Значит, все содержимое этих пэккеджей относится как раз к описанию графического интерфейса и к взаимодействию программы с этим интерфейсом и обработке взаимодействия пользователя с этим интерфейсом. В чем принципиальная разница между содержимым этих пэккеджей? Java.AVT – это в некотором смысле платформозависимые компоненты интерфейса. В частности, практически все АВТ-компоненты отрисовываются на уровне операционной системы, то есть за их внешний вид отвечает операционная система, а не язык программирования Java. Все элементы, содержащиеся, ну, большая часть, кроме окон самого высокого уровня, кроме окна приложения, компоненты, содержащиеся в пэккедже Java.X.Wing, являются платформой независимыми и за их внешний вид, за их отрисовку отвечает уже сама Java, а не операционная система. Поэтому они, ну, как написано в документации по пэккеджу Java.X.Wing, все его содержимое платформа независима настолько, насколько это возможно. То есть, если вы пишете программу, использующую компоненты, за отрисовку которых отвечает Java, то у вас, ваша программа будет работать, в общем-то, до возможной степени одинаково на различных операционных системах. На различных архитектурах и прочее. Ну, тут об операционной системе скорее имеет смысл говорить. Значит, параллельно этому есть классификация на легковесные и тяжеловесные. элементы интерфейса. Это вот как раз то, о чем я сейчас говорил. Значит, за отрисовку легковесных элементов, которые как раз практически полностью составляют пакет Swing, отвечает язык Java, за тяжеловесные отвечает операционная система. И это практически все содержимое АВТ. Это вот классификация, ну, параллельно той, о которой я уже сейчас говорил. Значит, и еще два понятия стоит ввести помимо… А, ну, легковесность и тяжеловесность элементов отвечает… Легковесность и тяжеловесность элементов отвечает за то, в частности, что поверх чего будет отрисовываться. Ну, в такие детали нам, наверное, вдаваться не стоит. Значит, еще два понятия стоит ввести. Два понятия, которые стоит ввести, это понятие контейнера и понятие компонента. Значит, если вы помните, мы с вами уже вводили понятие контейнера. А, нет, не вводили. Ну, в общем, неважно. В чем суть? Контейнер – это компонент интерфейса, который содержит в себе еще несколько компонентов интерфейса. Ну, то есть, условно, если мы представим себе окошечко программы, которое содержит там какое-то поле ввода, кнопку, какой-нибудь набор радиа-баттонов, то само окно будет являться контейнером, поскольку его основной функцией является содержание в себе еще набора элементов, там, какое-то их упорядочивание друг относительно друга и так далее. Если мы… При этом вот все вложенные в него компоненты, такие там, как, я не знаю, кнопка и поле ввода текста являются просто компонентами, они в себе других компонентов содержать уже не могут, но зато они отвечают напрямую за взаимодействие с пользователем. Ну, это, в принципе, описание того, что такое компоненты контейнера и чем они отличаются. Ну, тут понятно, что дальше мы можем уже рисовать иерархию компонентов в нашем приложении, и у нас могут быть компоненты разных типов вложены друг в друга и так далее. Но в целом идея, что контейнер, он отвечает как-то вот за координацию того, что находится внутри него. То есть мы сейчас с вами столкнемся, например, мы сейчас с вами столкнемся, например, через некоторое, видимо, время с понятием компоновщик. И компоновщик как раз отвечает за расположение элементов внутри некоторого контейнера. Вот. Значит, ну, продолжая разговор. Я, когда рисовал предыдущую картиночку, значит, которую только что стер, уже сказал, что вот у нас есть окошко, которое является, собственно, окном приложения. И есть какие-то компоненты, расположенные в этом окошке, которые отвечают, собственно, за взаимодействие использования. Так вот, то, что я назвал словом «собственно окошко приложения», это, на самом деле, видимо, правильный термин для этого. Окно верхнего уровня. Вот. Их существует несколько типов. А, ну, надо понимать, что когда я сейчас буду писать название типов, это все просто соответствующие классы и интерфейсы в стандартной библиотеке Java, и в дальнейшем мы их с вами будем использовать. Значит, фрейм, дайалог. Ну вот, несколько типов окон верхнего уровня я привел. Ну, в частности, G-Frame – это вот как раз то самое окошко приложения, которое вам всем знакомо. Дайалог, диалоговое окно. Ну, понятно, там окно, необходимое для непосредственно взаимодействия с пользователем, прямо сейчас получение там какой-то информации. Апплет и вложенное окно приложения. Опять же, здесь подробно вдаваться в детали большого смысла я не вижу. Вот. Мы сегодня ограничимся взаимодействием вот с первым вариантом, с окном приложения G-Frame. И, собственно, его и будем использовать при разработке нашего приложения-примера. Значит, если мы посмотрим на то, из чего состоит вообще окно верхнего уровня, то оно состоит, на самом деле, из нескольких панелей, которые можно представить слоями. Вот. Ну, я как-то вот так попробую нарисовать. Вот. И слои эти отличаются друг от друга названиями и тем, для чего они необходимы. В частности, на верхнем уровне находится RootPane. Дальше Layered. Дальше. Так, я ничего не забыл. Content. Вот эти вот слои можно называть... Ну, дословный перевод слова Pane с английского – это панель. Соответственно, их можно называть там условно панель содержимого. Там корневая панель. Вот. Ну, и тут еще есть глаз. Ну, опять же, не углубляясь в детали, скажу, что нас при разработке каких-то простейших приложений будет интересовать вот панель, собственно, содержимым, на которую мы будем добавлять наши компоненты графического интерфейса. Ну, про G-Frame. Что еще добавить? Ну, интересное, видимо, его свойство – это... Интересное его свойство – это тайтл, заголовок. Меню, ну, главное меню, которое вам, опять же, всем знакомо по... Ну, по тому, как выглядит стандартное оконное приложение. И... Изображение, которое будет являться иконкой. Ну, все... Все эти свойства, понятно, что можно изменять через... Все эти свойства, понятно, что можно изменять через соответствующие методы гейтеры и сеттеры. И еще один интересный метод, про который стоит сказать – это установить операцию, которая будет выполняться при закрытии окна. Ну, в частности, если вы просто... В частности, если вы просто... Дефолт close operation. Реализуете какую-то программу, которая создает одно окно, что-то с ним делает, а потом во время работы этой программы закройте ваше созданное окно, то программа не завершится. Вот для того, чтобы она завершилась, нужно... Для того, чтобы она завершилась, нужно что-то указать в качестве операции при закрытии окна по умолчанию. Ну, там есть несколько вариантов. В частности, там, не закрывать, скрывать, сворачивать, завершать выполнение... Там, делать экзит, завершать выполнение соответствующего. Ну, завершать выполнение программы. Вот. Значит, ну и в принципе, вот все, с чем вам понадобится взаимодействовать при написании каких-то простейших приложений с графическим интерфейсом, взаимодействовать с самим окном приложения. В принципе, на этом все заканчивается. Ну, понятно, что если там мы сейчас откроем с вами JavaDoc по классу GFrame и изучим, какие там есть методы, их там существенно больше. Их там существенно больше, но... Опять же, если мы сейчас в это начнем углубляться, то ничем хорошим это не закончится. Значит, далее. Контейнеры. Говорить, что контейнер – это вот всегда окно верхнего уровня... Говорить, что контейнер – это всегда окно верхнего уровня... Это неверно. Существуют контейнеры, которые являются... Ну, просто классы, которые описывают контейнер как бы сам по себе. В частности, пример такого класса – это... Панель. Ну, вот, собственно, эта панель – это такой класс, который описывает простейший вид контейнера. Что он может делать? Он может только компоновать компоновка элементов. Ну, и какое-то управление. Ну, в целом, наверное, кроме компоновки, тут какие-то отдельные свойства перечислять нельзя. Ну, то есть, вот, Gpanel – это некоторая сущность, которую вы создаете, добавляете в нее набор уже того, с чем будет работать ваш пользователь на время работы с программой, там все ваши всякие кнопки, поля ввода и прочее. И после этого вы вот этот контейнер пихаете в... Ну, я не цензурный практически термин употребил. После этого вы контейнер отправляете в панель с содержимым окна вашего приложения и... Ну, и все, как бы, и ваши... То, что вы сюда добавили, и настрой... То, что вы сюда добавили, появляется в вашем приложении в качестве элементов графического интерфейса. Ну, там, соответственно, код будет выглядеть в духе frame. GetContentPane. SetVisibleAtTrue. Ну, понятно, что метод SetVisibleAtTrue отвечает просто за показ. Сейчас окна приложения пользователя. Не забыл ли я ничего? Нет, я ничего не забыл. Значит, еще. Вот я сказал, что одной из функций вообще контейнеров всех, не только Gpanel, но и ее в частности, является компоновка элементов. Компоновка элементов – это просто взаимное расположение элементов в окне друг относительно друга. Понятно, что это расположение можно сконфигурировать руками, но, как правило, при разработке, опять же, каких-то не очень сложных, ну, большинства не очень сложных приложений с интерфейсом, никакой необходимости делать что-то руками нет. Вам достаточно просто задать нужные размеры ваших компонентов и использовать какой-нибудь стандартный компоновщик, который вам сам их расположит на вашем окне. Значит, компоновщик – это… Тут сейчас идет достаточно много информации, но это вся информация – это такое некоторое введение. Дальше мы начнем с вами писать код, и вы поймете, что на самом деле как бы все не так сложно, и количество вещей, которые нужно запомнить, оно не так велико, как может показаться сейчас. Значит, что такое компоновщик? Компоновщик – это… Layout Manager – это как раз элемент, который отвечает за расположение компонентов друг относительно друга внутри некоторого контейнера, внутри некоторого окна. Ну, это интерфейс того, что готово отвечать за расположение элементов внутри контейнера. Значит, есть несколько стандартных реализаций. Я о них сейчас тоже скажу. В частности, Flow – Layout, Box – Layout, Grid – Layout. Забыл ли я еще что-нибудь? Ну, на самом деле, их существенно больше. Опять же, если открыть документацию по Layout Manager и посмотреть там на раздел, в котором описаны все классы, которые реализуют вот этот вот менеджер компоновки, там количество классов, ну, не знаю, на десятки примерно переходит. Вот, ну, это такие самые простые варианты компоновщиков, значит, как они работают. Ну, Flow – Layout, самый вообще простой вариант, который, там, по умолчанию можно использовать, он располагает элементы просто слева направо, пока влезают, потом переходит на следующую строку, располагает слева направо, пока влезают. То есть, ну, соответственно, если вы что-то начинаете сюда добавлять, то оно добавляется в таком порядке. Переходит на следующую строку и так далее. Ему в качестве параметра можно задать выравнивание по левому краю, по правому краю, посередине. И в целом, ну, и интервал, по-моему, между компонентами. Значит, BoxLayout – это расположение элементов вдоль одной из осей, например, по вертикали сверху вниз или по горизонтали слева направо. GridLayout – это расположение элементов в таблице, вы ему, соответственно, передаете количество частей, на которые вы хотите разбить ваш контейнер и в которые вы хотите укладывать ваши компоненты и потом укладывать. BorderLayout – это расположение элементов вдоль границы. Ну, и там тоже можно задать… Сейчас я конкретнее посмотрю. А, ну, у компоновщика раскладывающего элементы по границе там единственное ограничение, которое можно задать – это требуемое расстояние между элементами по вертикали и по горизонтали. Ну, я уже сказал, что этим все не ограничивается. В частности, там есть всякие варианты с гибкими таблицами, есть всякие еще более сложные варианты, но это вот такие самые простые гомбоновщики, которых, опять же, при разработке каких-то несложных приложений должно хватать. Вот. Значит, ну, мы… А, ну и при этом, да, собственно, где это все используется, вы при создании контейнера можете передать ему объект типа LayoutManager, там, соответственно, там NewFlowLayout, NewBoxLayout и прочее. И он будет его использовать для расположения элементов внутри себя. Ну, сейчас мы до примеров дойдем, я покажу, что меняется, когда… Что меняется, если мы меняем LayoutManager, используемый при создании нашего окна приложения. Значит… Наверное, сейчас можно стереть все, что нарисовано на доске и нарисовать такую общую схему того, что мы сейчас обсудили. Ну, значит, если вы хотите разработать какое-то простое приложение с графическим интерфейсом на языке Java, что вы делаете? То есть у вас есть ключевой объект типа G-Frame, который является самим окном приложения. У него есть content pane. В нее вы добавляете контейнер, содержащий уже ваши элементы интерфейса, например. Это может быть контейнер G-Panel. При этом в эту G-Panel вы скармливаете, во-первых, LayoutManager. И вот, собственно, сюда же вы скармливаете все элементы интерфейса, которые вы хотите использовать. Там уже сюда идут всякие кнопки. Мы сейчас тоже поговорим немножко обо всем этом. Кнопки, текст. Что еще? Ну, да, что угодно там. Progress bar. И так далее. Это общая схема того, что будет происходить в вашем приложении, если вы хотите написать что-то несложное на Java с использованием графического интерфейса. Значит, вот эту всю часть мы с вами уже обсудили. Нам осталось, в принципе, перед тем, как перейти к написанию чего-то в реальности работающего, нам осталось обсудить только, что вообще бывает вот с этими компонентами, которые уже необходимы как раз для взаимодействия с пользователем. Ну, я несколько примеров приведу. Вообще, понятно, что таких компонентов там, опять же, огромное множество. И составлять список этих компонентов во время занятия довольно-таки лишено, наверное, смысла, потому что мы будем перечислять каждый объект со всеми его свойствами. Пусть потратим на каждый объект по минуте, пусть там этих объектов различных несколько десятков, и у нас все занятие уйдет на перечисление возможных компонентов GUI и их свойств. Я несколько просто примеров приведу, и потом мы с вами уже, видимо, после перерыва перейдем уже к какой-нибудь, собственно, практике. Значит, ну, простые примеры. Ну, и здесь понятно, что список на этом не заканчивается. Значит, g-label — это статический текст, который, ну, вот, условно, вы хотите в вашей программе, чтобы где-то был написан некоторый текст, вы вставляете туда g-label, у него есть конструктор от текста, есть методы, понятно, get и set. Текст и, в общем, ну, при этом там есть способ управления тем, какой-то, там, как будет выглядеть этот текст, там, кажется, шрифтом есть свой способ управления и прочее, но, опять же, все его свойства перечислить не получится, но просто, чтобы вы знали. Значит, текст-филд — это поле для текста с возможностью его редактирования, при этом возможность редактирования можно включать, можно отключать. Соответственно, что у него интересного? Это тоже get set text, set, кажется, editable. Ну, я сейчас проверю. Да, set editable. Ну, и свойства, относящиеся к, собственно, компонентам. Конструктор у него, опять же, от текста, который там записан изначально, и можно указать предполагаемую ширину этого поля для ввода текста, причем ширина указывается в количестве, ну, там, columns. Это я так подозреваю что-нибудь в духе количества символов. Значит, дальше. Ну, кнопка, опять же, самый простой элемент интерфейса. Что есть у кнопки? Ну, помимо свойств, присущих всем остальным компонентам, есть метод get set action, который отвечает за то, что будет происходить во время нажатия этой кнопки. Ну, интерфейс action. Там у интерфейса action достаточно много методов, но есть абстрактный класс abstract action, который мы будем использовать. Это что-то такая достаточно простая, интуитивно понятная вещь. Простая, интуитивно понятная вещь для описания действия, которое должно произойти вот один раз, когда там что-то произошло. У него есть один метод. Action performed, он, кажется, называется. Да, все правильно. Action performed. Без параметров, в котором вы, собственно, описываете, что будет происходить. Ну, и вот вы можете, соответственно, созданный вами элемент такого типа передать вашей кнопке, и при нажатии на кнопку будет происходить то, что вы описали внутри метода action performed. Опять же, сейчас мы с вами сейчас мы с вами дойдем до... Ну, сейчас мы увидим, как все это работает. Вот. Значит, ну, помимо этого, у всех этих компонентов есть такие вещи, как get set bounce. Это задание размера соответствующего компонента и его положения. И его положение там в соответствующем окне там четыре параметра x, y, ширина, длина, тоже все понятно. Значит, есть get set size. Есть всякие методы, отвечающие за... Есть всякие методы, отвечающие за то, как он должен быть отрисован, там какая у него должна быть рамочка, должен быть он выделен, не выделен. Есть методы там типа is enabled и, видимо, set enabled. там, ну, чтобы, например, если вы хотите отрисовать существующий, но при этом недоступный для взаимодействия элемент интерфейса. Ну и вообще все, что есть в интерфейсе компонент, опять же, сейчас перечислить не получится. Вот при разработке GUI в общем действует достаточно простое правило. Это все достаточно хорошо описано в документации в некоторых местах даже с примерами, с картинками и с прочим. Так что вот если вы хотите разработать приложение с GUI и чего-то не понимаете, не знаете, вы просто открываете документацию и читаете. Описать это сильно подробнее не получится и в этом нет смысла. лучше сейчас вот ну сейчас мы уже уйдем на перерыв и после этого написать какие-нибудь примеры и посмотреть на то, как это все работает в реальной жизни. Вот. Давайте сейчас здесь сделаем перерыв. Такое небольшое теоретическое введение мы сделали, а к примерам перейдем уже после этого перерыва. Вот. Перерыв 10 минут. Здравствуйте еще раз. Давайте продолжим наше занятие. Продолжим наше обсуждение разработки графического интерфейса на Java. Ну в целом мы обсудили с вами такой теоретический минимум для разработки графического интерфейса в программе на Java. и теперь я предлагаю уже перейти к примерам. Перейти к примерам. Сначала каким-нибудь совсем простым примером там приложение условно с одной кнопкой и потом я думаю мы вместе с вами попробуем написать более сложную программу. Ну не знаю неплохой пример в PMO калькулятор. Давайте хотя если есть какие-то более интересные идеи того что можно записать на одно занятие я готов их выслушать. ну собственно вот значит что сделаем для некоторого упрощения сделаем наш класс который является наследником нашего класса же frame и в его конструкторе пропишем все создание в его конструкторе пропишем все создание нашего графического интерфейса. то есть вот мы создаем наш контейнер устанавливаем ему устанавливаем ему менеджер компоновки элементов создаем несколько компонентов добавляем их в добавляем их в наш контейнер и после этого добавляем наш контейнер в наше окно, устанавливаем размеры окна, делаем его видимым, запрещаем изменять его размер. Это просто иллюстрация того, что практически любое действие, которое вы хотите сделать с вашим окном или компонентом, оно делается буквально вызовом одного-двух методов с нужными параметрами. И устанавливаем операцию exitonclose. Давайте запустим, посмотрим, что получилось. Ну вот у нас получается такое приложение, в котором есть несколько описанных нами элементов. Давайте посмотрим подробнее, что происходит при создании кнопки. Вот мы создали нашу пустую кнопку, присвоили ей текст. Здесь мы делаем set action и в качестве set action нам нужно передать что-то, что является, ну или собственно класс action, или какого-то его, или купер-реализацию. Давайте сделаем отдельный класс, обрабатывающий нажатие на конкретно эту кнопку, который будет получать наше поле для ввода текста и хранить на него ссылку. И в случае нажатия на кнопку выводить просто его текст в какой-то поток. Так, здесь первые два параметра это позиция на экране, вторые два параметра это размеры. Ну давайте убедимся, что все это дело работает. Мы видим, что у нас стандартный поток выводится. Ну, заметим, что при закрытии окна наша программа завершается. Значит, если мы уберем вот это вот set default close operation и будем закрывать окно, заметим, что программа все еще работает. Несмотря на то, что окно мы уже закрыли. Вот, ну. В общем, ничего особо интересного и нового по сравнению с предыдущей частью занятия я вам не перечислил. А, значит, у вас может возникнуть вопрос. Если вы вдруг сталкивались с разработкой GUI на других языках программирования, в других средах программирования. Значит, вопрос, есть ли редактор форм, который не руками запихивает компоненты в нужные места окон с помощью написания соответствующих команд. А каким-то образом вы работаете с каким-то интерфейсом, сами добавляете нужные компоненты и вам потом генерируется код, который будет создавать соответствующее окно. Значит, ответ на этот вопрос звучит следующим образом. В среде программирования NetBeans такой редактор есть. Я не сталкивался с опытом... У меня нет опыта его использования, но я слышал и читал, что код, который генерируется, он в итоге не очень читаемый. И там его невозможно просто так поправить и, в общем, разные другие проблемы. Для Eclipse есть несколько плагинов, в том числе платные и бесплатные. Те, что я использовал, это достаточно неудобно и, опять же, генерится не читаемый код. Я читал хорошие отзывы про некоторые платные плагины, но экспериментировать с ними мы в рамках нашего курса точно не будем. Вообще, как правило, если разрабатывается какое-то не очень сложное приложение, в котором есть одно или два окна, содержащих в себе элементы интерфейса, как правило, хватает работы с созданием всех элементов через создание объектов и расположение их в контейнерах и выбора нужного менеджера компоновки. Но мы можем еще посмотреть, как работает какой-нибудь другой менеджер компоновки. Но вот заметим, что если мы разрешим делать наше окно resizable, то что будет происходить? Видимо, еще bounce уберем. А, ну вот, да, то, что я хотел продемонстрировать, значит, как работает flow layout. Мы при изменении размеров, как я говорил, уже элементы располагаются слева направо, сверху вниз. Ну вот, при изменении размеров окна они, соответственно, меняют свои размеры. Если мы при этом вместо flow layout начнем использовать какой-нибудь, скажем, box layout, то программа будет выглядеть, ну, наше окно будет выглядеть, как вот элементы, упорядоченные по вертикали, вне зависимости от размеров окна, причем наше текстовое поле еще и будет изменять размер. После изменения размеров всего окна мы можем попробовать запретить... А, это только для контейнера такой метод. Ну, в общем, через нужную комбинацию методов, там, setBones, setLayout и прочее, как правило, нужно добиться... Можно добиться сколь-нибудь приемлемого и желаемого расположения элементов в вашем окне. Вот, наверное... Наверное, больше можно об этом сегодня уже не говорить. А, ну, собственно, я вот тут в какой-то момент вызывал метод pack и... Пэк это вызов требования от окна. Ну, мы заметим, что мы находимся внутри наследника класса G-Frame. Пэк это требование от окна подстроиться под размер его содержимого и... Ну, все, да, это исчерпывающее описание того, что такое пэк. Вот. Значит, ну... Давайте начнем разрабатывать что-нибудь... Давайте начнем разрабатывать что-нибудь... Более осмысленное, например, я предлагаю, если возражений ни у кого нет и никаких более интересных альтернативных идей ни у кого нет, я предлагаю написать какой-нибудь простой калькулятор без работы с выражениями, скобочками и прочим. Ну, калькулятор, вот, условно, в той версии, в которой там... В самой простой версии механического калькулятора, где есть там кнопки с цифрами и кнопки с операциями. Значит, ну, что нам понадобится для разработки калькулятора? Давайте так же, как раньше, сделаем наш калькулятор Extensive Frame. И в методе main будем создавать новый калькулятор. Значит, создаем конструктор для... Создаем конструктор по умолчанию для нашего калькулятора. Вызываем конструктор суперкласса. Создаем панель, на которой дальше мы расположим все элементы нашего ГУИ. Дальше делаем getContentPane. Добавляем нашу панель в наше окно. С размерами окна определимся чуть позже. Пока будем делать просто... Pack. Set. Visible. Ну и давайте заодно запретим изменять его размер. Почему нет? Вот. А, ну, я еще не помню, говорил уже об этом или нет. Естественно, у вас есть возможность без использования каких-либо компоновщиков указать расположение всех элементов вручную, собственно. Как работают все эти плагины, которые позволяют руками редактировать интерфейс. Но, опять же, как правило, проще пользоваться каким-то компоновщиком. Main panel. Set. Layout. Manager. New. Layout. Ну вот, мы можем обратить внимание, что часть классов, которые мы используем, относятся к пакету AVT. Ну вот, к пакету AVT относится то, что не является напрямую компонентом интерфейса. То есть компоновщик – это некоторый вспомогательный класс, который управляет расположением, а не является, собственно, компонентом интерфейса. Поэтому то, что он находится в пакете AVT, в принципе, ни на что не влияет. Итак, что нам понадобится в нашем калькуляторе? В нашем калькуляторе нам понадобится для начала окно, собственно, с текущим значением калькулятора. С текущим значением, набранным на калькуляторе. Пусть это будет G-text. G-text. Field. NumberField. То есть оно будет состоять из 20 колонок. Делаем ему и добавляем его в наш контейнер. И я бы, пожалуй, сделал его полем класса, а не локальной переменной. Потому что понятно, что нам придется его использовать и в других методах работы с калькулятором. Ну, я уже говорил, что есть много инструментов рефакторинга. Вот я воспользовался одним из них. Таким, как ExtractField. Ну, посмотрим, что происходит. Да, сейчас у нас его можно редактировать с клавиатуры. В общем, это, наверное, полезное действие, но, наверное, не очень правильно, когда мы можем вбить в поле, с которым будем работать, как с калькулятором, все что угодно. Поэтому давайте пока что запретим его редактирование. И вы могли заметить, что у нас сейчас не завершилась программа после закрытия окна. Давайте сделаем ExitOnClose. Ну, теперь у нас есть какое-то поле, которое мы не можем редактировать. Значит, что нам понадобится дальше? Дальше нам понадобится, опять же, как в обычном калькуляторе, нам понадобятся кнопки, отвечающие за цифры. Давайте сделаем отдельный класс, который будет являться наследником класса жбаттон. Назовем его, например, NumberButton. Сделаем его конструктор от цифры, за которую он будет отвечать. Наверное, стоит его назвать не NumberButton, а DigitButton. Переименуем его в DigitButton. Значит, что будем делать в конструкторе? В конструкторе будем делать, опять же, супер. Создавать супер класс. И дальше будем делать следующее. SetText. И в качестве текста будем передавать stringValueOf цифры, которые нам передали. Сохраняем нашу цифру. Наверное, осмысленно будет иметь ссылку на родной объект калькулятор. Ее тоже сохраним. Хотя пока она нам не нужна. Ну и с размером, опять же, определимся чуть позже. Что сделаем? Теперь давайте добавим все кнопки для всех наших цифр на нашу панель. Описав отдельный класс, мы можем это сделать достаточно просто. Добавляем на панель новый экземпляр. Button от i и this. Так, смотрим, что получается. А, ну получается почти то, что мы хотели, за исключением расположения наших кнопок. Ну давайте сделаем setSize какой-нибудь. Подгоним размер, чтобы кнопки были расположены примерно так, как хочется. Не будем вызывать метод flag. Ну, уже ближе к истине. Значит, оставим пока так. Ну вот, заметим, что у нас все выглядит более-менее ровненько. Значит, но при нажатии на наши кнопки пока что ничего не происходит. Потому что пока что мы еще не описали, что должно происходить, собственно, при нажатии на кнопки. Ну, отлично. Давайте опишем. Сделаем в конструкторе setAction. NewDigitButtonAction. Создадим вложенный класс. Создадим вложенный класс DigitButtonAction. Что мы будем передавать? Давайте в качестве параметра мы будем передавать, собственно... В конструкторе мы будем передавать, собственно, кнопку, на которой произошло нажатие. И он будет у нее вызывать метод... Метод клик, который мы сейчас опишем. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. ДигитButtonAction вот здесь. А, ну... Я не прав, потому что ДигитButtonAction должен быть ExtendsAbstract. Action... Здесь мы должны просто сохранять... Здесь мы должны просто сохранять то, что мы получили в качестве параметра конструктора. А вот при нажатии на нашу кнопку мы должны вызывать метод button.click. Здравствуйте, Сергей! И, значит, отвечая на ваш вопрос, ну, в целом, я бы сказал, что много. Мы говорили про, ну, ладно, ну, вообще мы говорим про разработку GUI. И сейчас мы как раз перешли от такого введения о том, что вообще происходит с разработкой GUI в Java, к написанию чего-то не очень сложного, в частности, например, к написанию калькулятора. Ну, я думаю, что вы, может быть, даже сейчас вольетесь в процесс, но если не вольете, пересмотрите потом просто начало лекции. В целом, как бы ничего смертельно страшного вы точно не пропустили. Так, и что мы делаем здесь? Здесь давайте будем вызывать метод digit.click у нашего калькулятора и передавать ему как раз значение цифры, которая была нажата. digit.metод не объявлен, объявим метод. Ну, давайте пока в качестве простого действия будем к нашему полю, в котором хранится число, дописывать нажатую цифру. Значит, numberField.setText, numberField.getText, plus string.valueOf от нажатой цифры. Значит, ну, посмотрим, что получается. Установка действия сбрасывает. Да, вот, все хорошо. Ну, все, в общем, заработало примерно так, как мы и хотели. Вот у нас начали появляться наши цифры на экране. Ну, причем мы видим, что в случае... Ну, нет, мы можем сделать поле 3х3, нам, естественно, ничего не помешает это сделать. Я просто, понятно, не очень хочу тратить время на... Не очень хочу тратить время на... Значит, подгон значений того, какая должна быть длина, ширина и раскладка для того, чтобы у нас все получилось. Вот, ну, кроме того, в поле 3х3 у нас не влезет... Наши 10 кнопок-то у нас не влезут. Ну, вообще мы можем, конечно, попробовать поэкспериментировать с шириной... С шириной нашего окна, чтобы получить поле 3х3. А, ну, почти удалось, да. А, ну, только нам при этом еще нужно сделать вот так. Ну, хорошо, да, вот теперь похоже на правду. Ну, раз уж мы хотим... Да, я уже хотел сказать. Раз уж мы хотим, чтобы у нас кнопки шли в правильном порядке, давайте их добавлять в правильном порядке. MainPanel, add... NewDigit, button от нуля. Так, ну, хорошо, теперь внешний вид всего этого дела всех устраивает. Хорошо. Значит, ну, сейчас нам на самом деле понадобится добавить еще кнопки операции. Сейчас нам на самом деле понадобится добавить еще кнопки операции. По этому поводу я хочу проверить одну вещь быстро. Ладно, в общем, у нас на самом деле проблемы с компоновкой-то сейчас будут, потому что мы еще будем добавлять кнопки операции. Но пока мы их не добавляем, давайте... Пока давайте не будем об этом думать. Иначе сейчас все работает. Ну, хорошо. Значит, что сделаем дальше? Дальше несколько я вижу... А, операции перед цифрами. Ну, слушайте, я не помню, честно говоря, как выглядит калькулятор. Но давайте посмотрим, как он выглядит в винде. Вид обычный. Ну, такую раскладку мы с вами тоже, конечно, сможем сделать. Ничего сложного-то в этом, кажется, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, это, видимо, какая-то будет гибкая таблица. Вот, ну ладно, можем добавить операции перед цифрами, и никаких проблем не будет. Ну, хорошо. Давайте попробуем добавить кнопки с операциями. Класс. Создадим отдельную кнопку, назовем ее OperationButton. Ну, опять же, делаем ее Extends. Пусть она принимает в качестве единственного параметра, собственно, строку с названием операции. Вот. Тут, на самом деле, можно еще сделать интересную вещь. Мы потом с вами об этом поговорим. Но сейчас будем делать, как бы, все совсем по-простому. Будем операцию хранить просто в виде, как задавать размер кнопки в пикселях. Ну, сейчас скажу. Вот мы здесь можем сделать что-то в духе SetSize 100 на 100. И посмотреть, что получится. Нет. Сейчас SetSize не работает. Что это, если мы сделаем MinimumSize? Там есть, собственно, несколько... Dimension 200. Почему это интересно так? Мы вызываем пэк? Нет, мы не вызываем пэк. Что-то не работает. Что-то не работает. Так, хорошо, а если мы вызовем invalidate, то вообще еще будет не работать. Но у меня есть гипотеза, что у нас какие-то проблемы с тем, что мы вызываем автоматический компоновщик, и он меняет размеры наших с вами компонентов. Ну, казалось бы, preferredSize, что серьезно, поможет? Вау! Ну, то есть, смотрите, я знаю, что вот есть эти три метода setMinimumSize, setMaximumSize и setPreferedSize, и у меня-то была гипотеза, что при работе компоновщика размеры должны подгоняться под эти ограничения, включая минимум-максимум. При этом сейчас мы с вами видели, что минимум-максимум почему-то не учитывается, учитывается только, но зато учитывается предпочитаемый размер. Вот. Это... Загадочно. Ну, в общем, ладно, давайте вернемся в исходный вид. Вернем Resizable. Берем вызов Pack. Ну, а как это применить только к нулю? Ну, если вы хотите сделать кнопку 0 особенной, вот здесь сделайте просто... DigitButton 0 равно NewDigitButton от, соответственно, нуля и this. Вот здесь сделайте то, что вы хотите. 0 setPreferedSize. Ну, сейчас подгоним NewDimension от, не знаю, ширина 130. И после этого добавьте... После этого добавьте ее на нашу панель. Убираем этот пэк. А, ну да. Все верно. Спасибо. Здесь заменяем на 0. Ну, вот практически то, что мы хотели. А, 140. Хорошо. Ну, вот теперь это все практически работает. Ну, у меня-то, заметим, тут 140 не получается. Вот здесь еще есть какой-то... Какой-то разрыв в некоторое количество пикселей. Ну, да ладно. В общем, ну, вот мы практически получили то, что хотели. Хорошо. Делаем 135. Ну, ладно. Не будем сильно перфекционистами. Можно тогда еще вот здесь сделать... Можно тогда еще вот здесь сделать... Больше этих columns. Ну, вот все. Практически идеальный калькулятор. Значит... Ладно, идеальный. Идеальная, по крайней мере, панель внешнего вида калькулятора. Значит, хорошо. О, а если мы теперь уберем invalidate... Все по-прежнему будет работать. Ладно. Значит, что будем делать дальше? Дальше, видимо, вам нужно добавить операции. Давайте перед этим сделаем еще один перерыв. И после этого начнем добавлять операции в наш калькулятор. Вот. Просто сейчас мы уже за, там, 5 минут ничего путного сделать не успеем. Вот. Сейчас объявляем перерыв в 10 минут. И до встречи. И до встречи. То есть. Следую. Ну, а вот еще один перерыв на 5 минут. И даже для встречи. На AH datos. Продолжение следует... 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 сохраним операцию и я пока предлагаю работать с целыми числами вот числа запятой мы если успеем сделаем сегодня если не успеем может быть на следующем занятии ну мы на следующем занятии совершенно точно еще будем модифицировать то что сегодня пишем вот но я чуть не уверен что мы сегодня дойдем до дойдем до работы с не целыми числами давайте пока не будем делать запятую сделаем операции вида плюс минус умножить равно и добьемся того чтобы у нас хоть как-то все это работало а дальше уже а дальше уже подумаем о том как сделать как лучше сделать вещественные числа значит и так сет экшен нью оперейшен батон экшен сюда будем передавать еще калькулятор с с с с с с и добавим поле добавим добавим вложенный класс с с с Ха-ха-ха. у нас назывался предыдущий метод, предыдущий метод назывался digit click, но давайте сделаем operation click, передающий строку. Так, все теперь работает, ну да, abstract action и добавим метод, и здесь будем отправлять сообщение, в принципе конструктор нам при таком раскладе, видимо, даже и не нужен, мы можем пользоваться полями нашего внешнего класса, и то же самое, кстати, можем делать в digit button, но в digit button мы написали более сложную логику, на самом деле непонятно, можно было, видимо, обойтись без нее, но потом поправим, а сейчас, а сейчас, а сейчас, что у нас происходит в operation click, ну давайте пока убедимся, что все это будет работать, расположим наши кнопки на нашей панели. переходим в конструктор и добавляем кнопки, как это лучше сделать, for string, вот, плюс, минус, умножить, равно, и добавляем на панель кнопки для операции, которые мы собираемся поддерживать. ну и текст, конечно, надо поставить, set text от операции, ну и текст, конечно, надо поставить, set text от операции, ну, нам не хватает размера по высоте, увеличим размер нашего окна по высоте, ну вот, что-то работает, мы научились передавать информацию об операции назад в калькулятор, в принципе, нам теперь осталось только, ну, вот здесь, кстати, как-то достаточно неровно кнопки расположились, потому что равно, ну, можем непонятно, видимо, только ради красоты сделать отдельную, отдельно сделать кнопку равно, сделать ее такой же более широкой, как ноль, чтобы все было совсем хорошо, ну, пока не будем этого делать, так, ну, вроде все работает, нам, в принципе, осталось теперь понять, теперь нам осталось только придумать логику того, что будет происходить, собственно, в калькуляторе при работе с, при работе с, при обработке нажатия на кнопки, вот, давайте, здесь вы попробуете сказать, что должно происходить при нажатии на кнопку цифры и что должно происходить при нажатии на кнопку операции, а я потом попробую как-то скорректировать или сказать свой вариант и его реализовать, вот, как нам сделать правильную логику калькулятора, это вопрос уже к вам, то есть, ну, понятно, здесь мы сделали какие-то тестовые варианты реализации Digit Click и Operation Click, теперь нам осталось сделать правильные варианты, вот, это вопрос к вам, как сделать правильные реализации этих операций. Ну, нет, никогда какая, вот, смотрите, у нас есть условно наш класс, который отвечает за саму логику происходящего, это вот наш класс калькулятор, он отвечает, во-первых, за расположение компонентов, во-вторых, он получает информацию о том, что делал пользователь, теперь вопрос, как нужно обрабатывать, какие действия пользователя, тут, в общем, вот, тут сейчас будет немного нетривиальная логика, там, не просто дописать, не просто дописать, там, цифру к строке или там что-то вывести, а тут вот нужно будет сделать что-то нетривиальное, вот я вам предлагаю сказать, что нетривиальное нужно сделать. Ну, кейс, это уже то, как реализовывать, а я спрашиваю, как бы, что должно вообще происходить. Вот, смотрите, мы знаем, что произошло нажатие на кнопку, на кнопку, на которой нарисованы цифры, что нужно сделать? Или мы знаем, что произошло нажатие на кнопку равно, что нужно сделать? Я, как бы, не спрашиваю, как написать код, код мы как-нибудь напишем совместным усилием, я спрашиваю, как организовать вообще логику. А, ну вы хотели, чтобы была строка, ну, я сейчас покажу, что я имею в виду. Ну, вот, как у нас работает винтовый калькулятор. Два. А, ну он хранит некоторую память. А, хорошо. Вот смотрите, как у нас работает такая самая тупая реализация калькулятора. Мы набираем число, потом набираем некоторую операцию. Дальше, если мы с теком. Вот, да, в этом есть логика. Значит. Да, действительно, с теком. Но единственное, что если мы не хотим считать выражение с учетом приоритетов, а я пока предлагаю этого не делать, то, в принципе, нам здесь, видимо, можно обойтись. Нам здесь, видимо, можно обойтись с теком из... Нет, ладно, видимо, единственное, проще всего реализоваться так. Значит, ну, хорошо. В общем, тогда я предлагаю реализовать класс, который мы назовем Logic, и который будет, соответственно, работать следующим образом. Мы ему говорим, что произошло. Он нам говорит, что нужно вывести на экран. Вот. Это наиболее разумно. И вот внутри него мы сделаем наш стек. Значит. Если операция, то посмотреть последний элемент. Если число, то получить новое число и реализовать сложение. Удалить из стека последний элемент. Записать сумму. Ну. В целом, вы, видимо, вообще близки к истине. Сейчас. Ну, давайте сделаем. Как. Лоджик. Значит. Что у нас будет? У нас будет... Ну, вот здесь, конечно... Здесь, конечно, сделать бы... Во, отлично. Давайте все немного усложним. Сделаем класс элемент. Ну, да. Здесь сделаем два флажка. Это число. Это число. И... И... Из... Оперейшн. И здесь сделаем, соответственно, стринг. Данные. Здесь можно было бы реализовать даже автомат, который будет отвечать за работу нашего калькулятора. Но, видимо, если мы сейчас начнем реализовывать автомат, это будет долго. Поэтому давайте сделаем проще. Generate constructor using fields. Окей. Ну, да. И сделаем... And this точка is operation равно не isNumber. Значит, что теперь будем делать? Здесь сделаем стэк. Стэк от элементов стэк. И в конструкторе сделаем создание этого стэка. Так равно new stack. Значит, дальше. push string limit digit click. И он должен получать, например, int digit. Значит, что будет происходить? Если у нас стэк точка is empty. Значит, в случае, если нам пришло нажатие на цифру, и у нас сейчас стэк пуст. Что мы делаем? Мы делаем стэк точка. push new element. Это будет число. И это число будет выглядеть как... Тут, конечно, плохо, что мы преобразовываем числа в строки назад достаточно много раз. Но мы, может, потом подумаем, как это исправить. Пока наша задача сделать, чтобы работало. Просто добавляем в стэк новый элемент. И возвращаем... И возвращаем новый элемент число, состоящее из одной этой цифры. И возвращаем в стэк точка... Пик. Пик точка дата. Значит, дальше. Если у нас стэк точка пик точка... Если у нас последним элементом в стэке лежит число, то делаем следующее. Стэк точка пуш... Стэк точка пуш... New элемент... От... Точка... Оп... Точка... Дата... Моп точка дата... Это будет все еще число... Плюс... Стринг точка... Верев от диджит... Да, все правильно. Значит, в каком случае нам нужно класть в стэк новый элемент? Новый элемент нам нужно класть в стэк, если он до этого был пуст. И тогда мы туда кладем новое число, состоящее из нажатой цифры. Или если там была последняя... Или если там последним элементом лежала операция, и тогда мы туда кладем... И тогда мы туда кладем... Тоже новый элемент, тоже состоящее из одной... Тоже число, тоже состоящее из одной новой цифры. Если операция равно... Вот мы сейчас пока не обрабатываем операции. Операция равно в стэке вообще лежать не должна, по идее. Если мы операцию... Если нам приходит операция равно, мы что-то считаем, но при этом... Операцию равно в стэк нам класть большого смысла нет. Значит, в стэк нам имеет смысл класть операции вида там... Плюс-минус умножить. Ну, кажется, это логично. Значит, или стэк точка пик точка... Из оперейшн... Да. Хорошо. И здесь делаем return стэк точка пик точка дата. Ну, здесь давайте бросим какое-нибудь исключение. Exception от... Ну, просто будем бросать исключение. Так что... Давайте будем бросать runtime exception, чтобы нам не было необходимости... Писать здесь source. Хорошо. Значит, теперь начинаем обрабатывать... Начинаем обрабатывать нажатие на операцию. operation клик от string operation. Убираем всю эту логику и делаем примерно следующее. Если у нас пришла операция равно, то что-то делаем в противном случае. Если пришла операция не равно, то тоже что-то делаем. Значит, что мы делаем, если нам пришла операция не равно? Мы просто кладем ее... Мы просто кладем ее в стэк и возвращаем... Ну, показываем пользователю то же самое, что было... Число, которое было в стэке последним до того, как мы нажали на операцию. И... Видимо... Нет, это, видимо, не совсем так. Сейчас. А, вот. Если у нас в стэке... Если у нас стэк... Если при нажатии на операцию у нас стэк пустой, то мы не делаем ничего. Это означает, что у нас еще ничего не происходило и в стэке ничего не лежит. Значит, если у нас при нажатии на операцию... Последний элемент в стэке это операция... То мы для начала выкидываем ту операцию, которую мы хотели сделать и заменяем ее на... И дальше мы ее поменяем на нашу операцию. Значит, дальше. Если у нас нам пришла операция не равно, то нам пришел какой-то арифметический знак. Мы хотим его просто положить в стэк. Значит, string return... value равно... stack.peak.data stack.push.new.elemented Это будет операция... И это будет операция... operation и return и return Значит, в случае, если нам пришло равно, мы должны сделать следующее. если у нас stack.peak.size меньше трех... Если у нас в стэке еще не лежит двух чисел и операции, то мы должны вернуть... то мы должны вернуть... Если у нас в стэке ничего не лежит, то мы на самом деле не должны ничего делать. А что мы должны вернуть в качестве вывода на экран? return Видимо, мы должны вернуть то, что там уже лежало. return stack так там лежало число pick точка data в противном случае мы должны выполнить операцию значит string давайте так int оперант второй равен stack . pop . data parsим второе число string string op to perform равно stack . pop получаем операцию, которую мы сейчас будем выполнять получаем второй оперант send stack pop . data получаем второй оперант и теперь и теперь начинаем выполнять операции значит если если у нас операция которую необходимо выполнить эта операция плюс если там три знака ну там не должно быть трех знаков смотрите у нас все все что происходит в стеке у нас лежит все что лежит в стеке у нас выглядит как число операция число а у нас стек вообще размер стека если мы пишем сам простую версию калькулятора без памяти там без парсинга выражений без всего у нас там вообще никогда не будет лежать больше трех элементов в теории поэтому как бы если у нас там лежат три элементы значит там лежат число операция число вот я сейчас еще подумаю чуть-чуть ну ладно давайте допишем то что мы уже пишем за этим не стоит каких-то идейных соображений я просто сейчас хочу ну в общем за тем что я написал сейчас их никаких идейных соображений стоит можно точно так же написать свитч если плюс то стек точка уж new элемент вот true op1 плюс op2 new ну то же самое сделаем для минуса и для умножить то же самое сделаем для минуса и для умножить и здесь поменяем знаки поменяем знаки и сразу соответственно вывести на экран нам в таком случае нужно вывести на экран нам в таком случае нужно то что сейчас лежит стеки поджиг создать эту логику в момент создания калькулятора и нам осталось нам осталось сделать здесь поджиг джиг джиг и здесь сделать тоже самое но ну то текст от луджи . рейшне клипп оп так ну давайте попробуем это запустить вот отлично у нас что-то заработало если мы теперь сделаем ну в общем смотрите во первых у нас что-то заработало мы можем сделать какую-то одну операцию можем сделать какую-то одну операцию и увидеть правильный результат в нашем поле с числом значит что будет происходить дальше в каком случае она не работает 2 плюс 2 ну в общем видимо самую тупую версию мы реализовали значит часа есть какие-нибудь общей эксплойт это и все работает реально значит ну хорошо вам предлагается сказать ситуации в которых эта штука будет вести себя нелогично вот нас есть еще некоторое время до конца занятия что-то существенное мы сделать не успеем ну самую тупую логику калькулятора мы уже реализовали теперь вопрос к вам что что исправить чтобы она работала лучше ну вот я сейчас знаю как минимум одну ситуацию в которой наша программа ведет себя не так как мы ожидаем ее поведение не такое как мы ожидаем от хорошего калькулятора знаете ли вы эту ситуацию тоже значит смотрите давайте посмотрим что у нас происходит давайте попробуем сделать несколько подряд действий не нажимая при этом на равно делаем 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 в качестве равно мы получаем сумму последних двух элементов происходит это потому что мы не до конца верно обрабатываем нажатие на операцию значит случае если у нас при нажатии на операцию последний элемент число и при этом перед ним еще что-то лежит нам нужно на самом деле выполнять то что перед этим лежит и ну вот не совсем смотрите если мы нажали на операцию и перед этим в стеке лежит число и перед ним этим числом еще что лежит нам нужно просто выполнить то что там лежит а потом уже дописать операцию значит посмотрим что у нас происходит в нашей логике ну вот это действие на самом деле можно вынести в отдельный метод это действие на самом деле можно вынести в отдельный метод давайте это сделаем экстракт метод первых форум у вас 1 а теперь посмотрим что у нас происходит с нам пришел плюс-минус или умножить мы вот здесь нам нужно сделать что-то в духе если у нас стек сайс равен равен трем то тогда мы тоже делаем perform last operation а потом нет вайл точно не нужен смотрите у нас каждый раз все равно будем выполнять не более 1 операции но нам нужно знать когда выполнять вот если мы здесь допишем вот такой вот ив то если мы здесь допишем вот такой ив то кажется все должно работать хорошо здесь начинаем работать 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 равно 8 вот сейчас все заработало но при этом если запустим виндовый калькулятор и начнем там делать то же самое плюс 2 плюс 2 плюс 2 то мы видим что наш калькулятор работает почти так же как виндовый калькулятор ну за исключением того что виндовый калькулятор еще выводит какую-то информацию о том что происходило но вот вот это число у нашего калькулятора и у виндового калькулятора сейчас совпадает при работе с кими-то операциями 2 плюс 2 умножить на 2 получаем 8 2 так ну нам не хватает кнопки очистить все может быть сейчас мы и добавим пока просто перезапустим 2 плюс 2 умножить на 2 равно ну вот мы но смотрите я сам их и затем добавить функцию очистки то логично будет добавить условно кнопку очистить все и она должна будет очищать во-первых стек а во-вторых должна будет очищать то что написано в вот в этом поле в нашем поле для вывода числа на экран вот но значит смотрите сегодняшнее занятие должно было проиллюстрировать несколько вещей первое что мы достаточно быстро ну сколько мы потратили вот чуть меньше двух получается уроков по 40 минут мы достаточно быстро смогли сделать какую программку ну с каким-то интерфейсом который по крайней мере на самом деле работает второе мы с вами чуть ли не больше времени потратили все таки на логику чем на разработку гуи и ну в общем эта иллюстрация того что гуи это все таки такая достаточно побочная вещь они ну нельзя как бы делать гуи единственной целью вашей программы как бы гуи должен что-то обслуживать вот мы сейчас с вами потратили больше времени на логику потому что ну здесь какая-то нетривиальная логика на самом деле если подумать как еще осовершенствовать нашу программу но я знаю несколько дальнейших путей развития значит первой первое что нужно сделать давайте вернемся на доску вот программировать на на сегодня уже закончили значит первое вот вы можете предложить несколько вариантов и мы их на следующем занятии часть из них будем реализовывать в контексте и темы следующего занятия и ну просто потому что когда я до конца значит давайте я все ваши идеи запишу memory 2 мы уже говорили про очистку три на самом деле не целые числа но я не уверен что мы на следующем занятии до них дойдем четыре вот это было не так заметно при изучении моего монитора но если кто-то из вас повторял за мной все эти действия я так понимаю что кто-то повторял как минимум артём обработка событий с клавиатуры ну про скобки как бы тоже конечно интересная версия вот ну в общем я могу сказать что вот об этом и то есть мы думалися в следующий раз потому что в общем будем говорить вообще о событиях проценты это хорошо но уже как бы совсем не в тему но смотрите значит вот смотрите об этом мы совершенно точно будем говорить следующий раз потому что мы будем говорить про вообще события и про то как в джаве работают с событиями, ну, как правильно слушать там то, что происходит, изучать всякие действия пользователя, типа там нажатие кнопки на клавиатуре, движение мышки и прочее. Вот это и, тут вот говорят про деление, вот это и деление. Мы, может быть, тоже реализуем, но там проблемы будут скорее не с интерфейсом, а с логикой, поэтому я бы, может быть, придумал лучше еще что-нибудь, относящееся все-таки к интерфейсу. Вот, но, вот, короче, вот это точно, вот это может быть, я так пунктиром отмечу. Скобки, в скобке это будет достаточно долго и, в общем, тоже никакого особого отношения к интерфейсу иметь не будет, но вот это, если останется время и если мы не придумаем, если я не придумаю чего-нибудь более интересного, чтобы продемонстрировать еще какие-нибудь возможности работать с интерфейсом в Java все-таки, а не только, ну там, взаимодействие с пользователем, а не только заниматься логикой написания калькулятора. Вот, значит, еще несколько заключительных слов я скажу. Значит, на следующем занятии продолжаем обсуждать GUI, это я уже сказал. Про домашнее задание. Значит, достаточно сложно придумать, какое домашнее задание на программирование должно быть. достаточно сложно придумать, как и домашнее задание на программирование должно быть в занятии, относящемся к разработке интерфейсов, потому что если даже вы что-то напишите, я все равно не смогу провалидировать то, что вы написали. Ну, поэтому, если в целом кто-нибудь реализует что-нибудь вот из этих функций и к следующему занятию как-нибудь мне перешлет код, я готов на следующем занятии его посмотреть, обсудить и там одобрить или не одобрить. Вот, какие-то задания у вас в интерфейсе Foxford будут, там сейчас уже есть, по-моему, какое-то количество, я еще, наверное, добавлю парочку. Вот, но, как бы, к сожалению, сложно сделать осмысленные задания на разработку GUI, поэтому я бы предложил вам самим реализовать что-нибудь из того, что мы сейчас придумали, и тогда мы на следующем занятии сможем это обсудить. Да, программу, которую мы сегодня написали, я полностью выложу в конспект, но это произойдет не моментально, поскольку мы ее с вами писали сейчас в режиме онлайн. Это произойдет, я думаю, где-то... Ну, в общем, к завтрашнему утру она в конспекте уже точно будет. Вот, вся программа целиком там, сколько у нас, 5, нет, 4 файла, все будут в конспекте. Вот, наверное, на этом сегодняшнее занятие можно закончить. Если у вас есть какие-то вопросы, у вас есть еще, там, 10 секунд на то, чтобы их сформулировать. Если вопросов нет, то мы с вами прощаемся до следующего занятия через неделю, которое состоится 15 марта в 3 часа дня по московскому времени. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До встречи через неделю. Центр онлайн обучения Фоксфорд Курсы по всем предметам Подготовка на разных уровнях Лучшие преподаватели Интерактивный учебник Обучение онлайн Поступай в Фоксфорд. Начни обучение бесплатно.